Буду сегодня рассказывать про структуру, с чем ее едят. Начну с себя. Оптимизирую сайты. Давно выступаю, стараюсь поддерживать комьюнити. Работаю в агентстве Kite. Мы делаем SEO для продуктовых компаний. И мой доклад будет делиться на пять частей. Вначале мы разберем, в чем проблема сделать правильно структуру, с какими мы можем столкнуться нюансами. Во второй части мы разберемся в понятиях, что такое структура для нас и для поисковых систем. В третьей части мы уже займемся практикой, проанализируем структуру конкурентов. В четвертой части мы разберемся с нюансами в Яндексе, какие есть по структуре сайта. И в пятой части уже небольшой чек-лист, что нужно сделать для построения эффективной структуры. Сразу оговорюсь, что доклад у меня в большей степени направлен на большие коммерческие проекты, не информационку. Андрей, у меня, надеюсь, на презентации не видно вот эту вкладку про кейсов? Или мне ее отжать? Скажи мне, пожалуйста. Нет, у тебя ничего не видно, нормально. Все просто презентация. Только на моем экране. Ну что ж, начнем. Первая часть. Казалось бы, вот у нас есть семантика, мы ее кластеризовали. Что нам, собственно, с ней делать дальше? Дальше оказывается очень много нюансов. Нам нужно определиться с директориями, как мы их делаем, делаем ли вообще директории, как нам в дальнейшем строить аналитику по углам, как нам наиболее эффективно распределить краулинговый бюджет. И когда мы все это знаем, мост начинает немного кипеть. Сразу расскажу, в чем могут быть косяки с построением структуры. Если кто-нибудь напишет в чатик, в чем, допустим, здесь косяк сайта, я буду очень признателен. Ну, то есть есть сайт по курсам, есть листинги тематичные по курсам, и есть непосредственно карточки курсов. Как вы думаете, в чем здесь нюанс, который очень сильно в дальнейшем будет мешать? На самом деле основная сложность здесь в том, что карточки курсов у нас не имеют никакого дополнительного маркера в урле, никакого паттерна, и в дальнейшем нам очень сложно будет проводить аналитику с ними. Второй пример, собственно, об этом же. То есть у нас мы продвигаем агрегатор по книгам MyBook уже четвертый год, но к нам пришел клиент уже с такими урлами. На примере здесь представлены урлы карточек книг, и, как видно, здесь их очень сложно также для аналитики сегментировать. Учитывая, что у каждой карточки книги есть еще вложенные директории, задача становится еще сложнее. Да, то есть мы разобрали, что, оказывается, не все так просто. Но что же, собственно, нам с этим делать? Давайте переходим ко второй части. Что же такое вообще структура и с чем ее едят? Что такое структура для нас, как SEO-оптимизаторов? Вначале, то есть, как мы говорили уже, у нас есть темантика, мы каластеризовали, как дальше построить структуру. Нам необходимо выстроить иерархию документов, то есть понять, как у нас будут вложены те или иные директории и документы на сайте. Нам необходимо продумать урл, как у нас будет в плоской структуре, то есть все сразу после домена идти все страницы без директорий или, опять же, по директориям. И необходимо продумать перелинковку страниц. А как же это выглядит для поисковых систем? Все просто. Это только ссылочные связи и урлы. Про поисковые системы мы чуть дальше еще и разберем. Есть информация от Яндекса. То, что касается структуры сайта. Андрей потом скинет презентацию, и по всем ссылочкам вы сможете прокликать. Есть информация от Гугла. Когда вы прокликаете, вы немного расстроитесь, потому что практической информации о той проблематике, которую я обозначил вначале, там практически нет. Но про Яндекс будет чуть дальше интересно. Вот последняя, кстати, ссылочка про Гугл. Я советую посмотреть. Там рассказывается важность структуру сайта со слов представителей Гугла. И что какие-то разделы сайта с правильной структурой может ранжироваться лучше, чем с непонятной для поисковиков структурой. Итак, кажется, немного становится понятной, что такое структура, что такое для поисковиков, но делай-то черт. Давайте разбирать уже практические вещи и переходим к третьей части про анализ структуры конкурентов. Что же нам тут нужно понять? Да, нам клиент может дать каких-то конкурентов, которых он считает конкурентами именно по бизнесу. Но это не значит, что они для нас пример в плане видимости, в плане видимости в тематике. Это первый нюанс. Второй нюанс – то, что часто мы можем в анализе конкурентов найти какие-то точки роста для нас, то есть найти какие-то... Извините. Спасибо. Так, что-то Саша потерялся. Подождем. Саша, презентацию закинул в канал. Саша, ты снова с нами? Да, а что, меня не слышно? Тебя не слышно было последние секунды 20-30. Повтори, пожалуйста. 20 секунд назад. Так, на этой части, наверное, да? Те, видишь, Андрей? Наверное, не следил, честно говоря, за презентацией. Наверное, отсюда. Да. Да. Что за гиблое место в Сашиной презентации? Видимо, секреты какие-то, палит. Презентации от поисковых систем. Есть информация от Яндекса, есть информация от Гугла. Все, что можно найти по запросам в структуре сайтов. И посмотрев все эти ссылки, мы разочаруемся, потому что информации там именно практически довольно мало. Но про Яндекс я расскажу дальше. А вот про Google я вам советую посмотреть последнюю ссылку. Там есть интересные комментарии гуглоидов о важности структуры. И то, что правильно оптимизированные разделы сайта с понятной для поисковиков структурой могут ранжироваться выше. Итак, да, нам стало немного понятнее, что такое структура, что она для поисковиков, но непонятно, что, собственно, делать. Мы все так же сидим с семантикой, с кластеризованной. И поэтому переходим к третьей части. Анализ конкурентов. Здесь нам нужно понять вначале, на каких конкурентов нам ориентироваться. Не все эти конкуренты, которые нам дает клиент, нам подходят для анализа. Потому что клиент может давать конкурентов по какой-то своей бизнес-модели. Но если посмотреть по видимости, конечно, да, в том числе нам необходимо сравнивать и бизнес-модель. Но по видимости мы можем обнаружить совсем других конкурентов. Второй нюанс. То, что при анализе конкурентов мы часто можем найти какие-то упущенные, упущенную нами семантику. И это очень большой плюс нам может дать для увеличения посадочных. При увеличении посадочных. При анализе конкурентов необходимо обращать внимание на построение адреса сайта и блоки перелинковки. Ну и бонусом расскажу, как можно сделать визуализацию. Итак, как проще всего найти конкурентов. Для этого я рекомендую пользоваться сервисом KISO или TubeVisor. В серпстате есть тоже такой функционал. Делается просто. В этих инструментах есть параметры тематичности и похожести. То есть это процент совпадения с семантикой. Фильтруя по этим двум параметрам и сортируя по трафику, мы понимаем, на каких конкурентов нам стоит ориентироваться. Ну, в том числе, конечно же, необходимо, повторюсь, посмотреть, совпадают ли эти конкуренты с нашей бизнес-моделью. Определили конкурентов. Как мы можем посмотреть упущенную семантику? Все просто. В том же самом, например, KISO мы берем 3-5 сайтов, которые схожи с нашей бизнес-моделью, которые уже сейчас получают много трафика. Делаем пересечение по семантике. То есть, если, допустим, мы берем 5 сайтов, мы фильтруем, собираем всю семантику этих сайтов и делаем пересечение. То, что нас интересует та семантика, которая встречается, допустим, у 4-х из конкурентов. То есть, чем больше число, то есть, если мы сделаем у 5-ти, тем меньше у нас будет семантика. Если мы сделаем по 3-м конкурентам, то у нас будет много семантики, но, возможно, придется подольше ее почистить. И дальше мы кластеризуем. В том же самом KISO это легко сделать. и уже смотрим, можем, ну, как бы, что упустили ли мы что-либо. Дальше практика. На что обращать внимание при анализе? Как я и сказал, да, это URL. Но что для нас, в первую очередь, необходимо конценттировать внимание, это есть ли там региональность, то есть, если директория по региону, как строится иерархия. И в случае интернет-магазинов, как строятся теговые страницы и категории. Да, необходимо, конечно же, обратить внимание на перелинковку и на хлебные крошки, как часть, собственно, перелинковки. Разберем несколько примеров. Тематика мебели. Сайт диван.ру. Региональность строится через директории. Директориям, как мы знаем, так же, как доменом можно присвоить региональность. Есть интересный нюанс, которым отличается от многих сайтов этой тематики, то, что у диван.ру есть только категории и нету теговых страниц. Еще интересный нюанс, который хотел бы выделить у этого сайта. У них хороший пример построения урла товара. То есть, мы видим, что, во-первых, товары в одной директории находятся. Во-вторых, мы можем сегментировать товары от каких-либо категорий. То есть, комоды, табуретки, диваны и так далее. В самом начале я вам привел... Извините, пожалуйста, запершил. В самом начале я вам привел ужасный пример, когда у нас от домена идет сразу карточка товара. То есть, вариант получше, если мы ставим товары в одну директорию. И здесь очень как раз хороший пример, когда у нас и одна директория есть, и есть маркеры в урле, по которым мы можем сегментировать категорийные товары. В чем еще нюанс такого построения карточки товара, урла товара, то, что если у нас не преобладает товарный спрос в тематике, в мебельной тематике, больше преобладает как раз спрос на листинге, то нам необходимо так распределить краунговый бюджет, чтобы он у нас в большей степени как раз оставался на листингах. И именно поэтому мы товары засовываем не в конечную какую-то директорию, в директорию категории, а в отдельную директорию. Почему это сделано? Вы подробнее можете посмотреть, есть хороший доклад про максимизацию индекса у Олега Шестакова. И там как раз в том числе рассказано про то, как матчится урл, то есть как вообще распределяется краулинговый бюджет. Получается так, что поисковики проходятся с начала урла и сопоставляют, где какие где какие директории, чем отличаются какие-то урлы. И если мы делаем товары вложенными в категорию, то получается так, что они у нас съедают в том числе и краунговый бюджет этих категорий. В случае, если у нас преобладает листинговый спрос, то это для нас минус. Дальше. Смотрим на хлебные крошки и перелинковку. В примере с диванами хлебные крошки не соответствуют вложенности урла. Сейчас покажу пример. И на листингах отсутствуют блоки перелинковки, но они сделаны в карте сайта. Вот пример. То есть мы видим, что урл идет у нас просто в категории сплошной директории, но при этом в хлебных крошках у нас разбито по иерархии. Что есть хорошо. Почему? Чуть дальше разберем. А это как раз карта сайта. Хорошо сделана, наглядная для пользователей. Я думаю, редко встречается, что пользователи пользуются картой сайта, но здесь, если пользователь зайдет на такую карту сайта, он легко сможет найти интересную ему категорию. Следующий пример. Тематика недвижимости. Если в прошлом примере это был интернет-магазин, здесь у нас агрегатор. И здесь свои нюансы. Оригинальность у нас также строится через директории. Категории также все на втором уровне после города. Но вот как раз пример урла здесь не очень хороший. Почему? Изначально все карточки товара были закрыты на этом агрегаторе, так как они вообще не предполагались, не предполагали, что они будут открытыми, так как в агрегаторах преобладает, не то, что преобладает, но на 99% спрос идет на листинги. Очень мало запросов конкретного, аренды конкретного какой-то, в конкретном каком-то доме. И поэтому проще сделать, проще убрать из индекса вообще все карточки, чтобы они у нас не отъедали кралорный бюджет. И дальше нам не заморачивать но в дальнейшем просто в тематике произошли изменения и поэтому карточки пришлось открыть. Но вот такой пример, если у нас преобладает листинговый спрос, он с точки зрения экранного бюджета у нас плохой. Разберем дальше этот пример, что же у нас с хлебными крошками. Также не соответствует URL, но при этом хлебные крошки построены логично. Перелинковка идет через хабовые страницы. То есть видим пример ненавижимости в Калуге и почти все категории в основной категории в этом городе. Переходим к визуализации. Как же нам можно наглядно посмотреть структуру конкурентов и построить собственно свою? Проще всего, по крайней мере, не делается через плагин SEO Excel. Для Excel вы просто устанавливаете по ссылке плагин, что нам необходимо подать на вход URL и H1. То есть необходимо вначале с парсить сайт. Нам не нужно парсить абсолютно весь сайт, достаточно построить лимит по краулингу. Когда мы его парсим там не знаю там 300-500 углов, он пройдется по верхним уровням, но при этом это достаточно посмотреть на то, как строятся основные директории. Вот мы в итоге получаем пример такой структуры. Здесь плюс в том, что это наглядно, минус то, что для 500 страниц это будет чуть дольше и сложнее построить. Ну и да, не забываем конечно про визуализацию от Screaming Frog, но она мне не очень нравится. Ну как видите, как-то не так наглядно получается, как во предыдущем примере. Так, переходим к четвертой части. У нас начинается так называемая магия хлебных крошек. Когда я искал информацию про хлебные крошки, нашел такую замечательную книжку, на которой не мог не скаламбурить. Когда мы ищем информацию, нам Яндекс способует информацию про навигационную цепочку. И если чуть дальше раскопать эту тему, мы обнаруживаем информацию от Яндекса в комментариях, что Яндекс оперирует понятием не хлебных крошек в СНИПИ, а навигационных цепочек. То есть те примеры страниц Яндекса, про которые у нас рассказано про структуру сайта, они неполные. Если покопать информацию про навигационную цепочку, все становится гораздо интереснее. Вот как раз пример. То, что чтобы построить логичную навигационную цепочку, у нас должны быть основные разделы доступность главной. все понятно, что навигация должна быть простой и понятной. Название страниц с короткими и точно отражающими их содержанием, то есть вроде бы ничего удивительного. Но дальше как раз интересный нюанс. Текст должен, тайтл должен совпадать с H1, и важно, вот это как раз не я выделил в жирном, это выделила жирная как раз Елена Першина. и с текстами ссылок, указывающими на эту страницу. То есть анкоры, которые ведут у нас на ту или иную страницу, должны содержать в себе ключ, который конкретно описывает эту страницу. И при совпадении всех этих условий у нас получается вот такая навигационная цепочка. То есть мы видим, что Яндекс распознал ее. Если вы откроете выдачу в Яндексе, то таких примеров на самом деле мало, когда у нас зеленым подсвечена структура сайта, и вся цепочка полностью распознана. Я привел ссылки как раз на информацию про навигационную цепочку, и в навигационной цепочке рассказано про принципы, по которым она строится. Это принципы формирования быстрых ссылок, то есть те ссылки, которые у вас выводятся при брендовой запросах у вашего сайта, то есть расширенный такой сниппет. И там сказано, что такие ссылки у нас делаются для крупных сайтов, да, алгоритмы используются как раз быстрых ссылок, те принципы, которые я перечислил, то основные разделы доступны с главной, и название страниц короткие отражают их содержание. И вот этот самый нюанс, то, что ключ в title должен совпадать с ключом ваш один и с текстами внутренних ссылок, которые ведут на эту страницу. Небольшой нюанс, что анкоры, альты, то есть если у вас на страницу ведут картинки, то альты этих картинок это те же самые анкоры. здесь я остановлюсь на том, что не нужно буквально воспринимать то, что title равно h1, то есть прям один в один необходимо его делать. Нет. Тут скорее речь о том, чтобы у вас не было смысловых дублей по сайту. То есть если у вас идет title создать страницу создание сайтов визитов, h1 создание лейнингов, это ок, так как это синонимы. Но если у вас одна страница как раз про сайты визит, а вторая про сайты лейнингов, это уже получается не ок. Итак, переходим к самой структуре, как вообще нам сделать, что необходимо учесть при формировании структуры. Как мы увидели при анализе конкурентов, необходима региональность, необходимо посмотреть, как у конкурентов, как нам самим проще сделать директориями или поддоменами. Необходимо учесть как раз вложенность в УРЛу. Про вложенность в УРЛу остановлюсь на таком нюансе. Если у вас предполагается достаточно сильно вложенная структура с множеством под директории, программисты могут вас сильно забунтовать. Почему? Потому что это создает сложности для роутинга серверу. То есть у вас происходит очень большое количество запросов к серверу. у вас нагружаются серверы, соответственно страницы гораздо дольше отдаются и при большом трафике это становится сильной проблемой. Необходимо учитывать структуру конкурентов. Про краулингу бюджет я вам тоже сегодня рассказал и обращайте внимание на дальнейшую аналитику. Как вы это будете делать допустим директориями паттерна в урле возможно какими-то идентификаторами то есть вы можете для каких-то директорий делать циферный например код который добавлять в урл и в дальнейшем по нему сегментировать те или иные страницы. Итак чему у нас весь этот доклад? учитываем что на больших проектах грамотная структура у нас помогает поисковым системам в построении иерархии страниц что помогает нам ранжировать более высокие по уровню для нас страницы более для нас приоритетные. Логичная структура сайта у нас улучшает индексацию ну и поведенческий фактор если у нас сделано действительно удобно для пользователя. планирую структуру обязательно необходимо закладывать дальнейшую аналитику проекта. И тот самый нюанс распознанная навигационная цепочка в снипите Яндекса это косвенный признак определения структуры сайта. То есть если мы видим в выдаче у Яндекса распознанную навигационную цепочку необходимо такие сайты чуть глубже проанализировать почему так происходит. Что у нас осталось за кадром? На западе нас очень много говорят про сайло структуру. Но не стал в докладе разбирать это почему? Да потому что если бы это противопоставлялось в какой-то другой структуре то это можно было бы разобрать. Но по сути это все то о чем я говорил это просто логично сделано для пользователей и для поисковых систем структуры. Также мы не разбирали как работать с СА то есть строить customer job map и путь пользователя распознавать его интент и что тоже желательно делать при построении структуры но это уже немного не столько просело сколько про маркетинг. В рекомендациях поисковиков часто упоминаются HTML-карты сайта и сайтмап именно в разделах про структуру но по сути это у нас скорее про индексацию а не про структуру. И последний пункт который оставил за кадром есть гипотеза что поисковые системы присваивают тематичность директория но подтверждение этому я уже я нигде не увидел при опросе SEO-специалистов также с этим уже давно никто не сталкивался поэтому тоже это стало за кадром. Ребята SEO-специалисты есть небольшой опрос который я думаю или я сейчас после завершения презентации или Андрей скинет в чат которому прошу уделить буквально 5 минут я сам проверял что это действительно не больше этот опрос в результате этого вопроса в дальнейшем сделаю статью и я думаю она поможет вам в понимании восприятия своей заработной платы и при трудоустройстве так на этом все спасибо большое жду ваших вопросов Андрей Саш спасибо большое огонь ссылку на форму закинул в чатик вот она так и есть вопросы так сейчас я твой экран уберу ты можешь переключиться на обратно на трансляцию чтобы видеть вопросы чтобы тебе глаза тоже читать но твой экран уже ушел его не видно так Олег спрашивает вот он приводит два примера сайт с книгами фантастика название книги html и сайт с книгами название книги html а ну то есть с рубрикой с рубрикой в урле и без рубрики вы хотите сказать что для поисковика первый вариант с рубрикой предпочтительный так андрей ты что-то говоришь тебя не слышно андрей раз два раз два а все после вопроса ничего не было понял во-первых да когда я говорил про то куда нам класть наши карточки ну например это как раз книги я упоминал то что в первую очередь необходимо понимать какой у нас трафик в большей степени в нашей тематике преобладает листинги трафик на листинге спрос точнее или на карточке если у нас предполагается в большей степени спрос на карточки то тогда их да можно как раз власть в директорию с сейчас как я пример сейчас посмотрю сайт с книгами фантастика названия html и сайт с книгами названия книги html здесь у вас уже жанр указан нет здесь вот в данном случае логичнее было бы как раз пойти от автора а этот пример сделан и на том примере там том слайде который я приводил в самом начале скорее не первый а второй но можно как раз сделать урл с автором так 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 но здесь длинный даже не вопрос а такой комментарий я обратил внимание что маркетплейсы розетка пром закупки ламода и другие в урле нет товарных категорий подкригорий главный товар иногда с чпо от h1 иногда просто индекс кодировки данного маркетплейса в этом случае тогда нет дублей карточек и мы проставляем карточку в разных категориях так всегда один урл одна карточка на своем сайте теперь так же сделают урла и иерархия но хлебные не соответствуют урлу ну да ну в общем тоже на большинстве магазинов мы не так делаем чтобы раскидывать один товар в разные категории если это именно такой проект то мы делаем без урла без категории в урле чё скажешь да 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 об этом же тоже говорил так глубина урла по факту влияет только на скорость индексации по крайней мере все спецы так говорят чё спец говоришь так да согласен и как раз это про и про скорость и про краулинг бюджет что в принципе одно одно от другого зависит да Сергей пишет у лягушки отлично показывают структуру кругляшами но это как бы не вопрос а комментарий но это показывает единственное что там важно важно настраивать потому что много разных вариантов скажем так как можно построить эти кругляши и обычно часто использовать неправильно вот как раз Сергей ну вот как-то никак я не распробую лягушку в плане структуры мне больше все еще все Excel больше нравится в этом плане можете как раз написать контакты есть в презе буду признателен если покажете как вы это делаете может действительно что-то не так сам воспроизвожу так еще один большой вопрос сайт с возрастом 12 лет к сожалению на момент создания сайта не предполагал что это будет моим основным заработком в структуре сайта есть одно лишнее звено группа то есть главное уникальные товары товары для дома так группа уникальные товары не несет никакого смысла хочется вынести все подгруппы в корень как у конкурентов но боюсь полетят позиции понятно что 31 редирект настроен и есть часть ссылочного профиля на эти внутренние каталоги вот который год думаю рисковать или не стоит вопрос да хороший как раз пробовал 301 в чем в чем риски как раз в чем риски неправильной структуры придется делать 301 и 301 это в принципе как таковой риск то есть это риск по времени то есть если вы сколько времени понадобится усилий на то чтобы проставить редиректы и плюс еще риски потому может ли может ли полететь трав трав полететь может но при этом много кейсов и у нас в агентстве когда все вообще гладко бесшовно полностью проходили но как бы вопрос рисков то есть именно да могут примеры те же самые то есть допустим убираются директория из урла в большинстве случаев все проходит гладко бесшовно но бывает косяки когда трав ну падает ну немного падает но просаживается наверное такой период где-то процентов на 10-15 Юля спрашивает насколько актуальна на сегодняшний день карта сайта не сайтмап а на сайте есть ощущение что это пережитый прошлого но если актуально то как правильно ей пользоваться нет это не пережитый прошлого однозначно как правильно пользоваться вам в большей степени она делается для поисковиков то есть пользоваться не вам и надо а поисковикам в чем ее сила то что это сквозная получается сквозная ссылка на карту сайта со всех страниц и там вы можете как раз сделать выделить ссылки на приоритетный раздел для больших проектов это часто мастхэп посмотрите опять же простой пример как можно понять нужно ли вам делать ее или нет просканируйте допустим той же самой лягушкой над пиком ваш сайт и посмотрите на каком уровне вложенности у вас большинство страниц если у вас они находятся больше 5-й уровня вложенности то есть кликов от главной то желательно сделать карту сайта все просто пересмотреть перелинковку но проще всего в данном случае это карта сайта да Галя Бакушева пришла это спикер нашей прошлой конференции и вообще известный привет Галя говори что ты просто рассказываешь все по делу не поспоришь так Сергей пишет смотрю в Яндексе все ссылки зеленым подсвечиваются подсвечиваются они все посмотрите распознается ли навигационная цепочка ну то есть переделываются они из каракулей например из транслита в нормальное ЧПУ как на сайте да 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 именно так позиции были в топе больше двух лет у сайта частного компьютерного мастера черного и серого SEO не было позиции главные ушли на 10 на 15-40 позиций есть решение как вернуть давай нам лайфхак так честный компьютерный мастер черно-белый а начинается сессия гадания по по одному абзацу описания проекта ну тут слушай тут даже гадать нечего сколько у нас по любому у тебя у нас спиритический шар такой есть когда у нас начали агрегаторы как раз заполнять топ ну вот как раз я думаю 2-3 года назад может быть чуть больше вот собственно в этом и дело как вы можете конкурировать если у вас на сайте вы один компьютерный мастер с множеством информационных страниц в выдаче у вас страницы агрегаторов с множеством с возможностью подбора множества параметров других мастеров ну на мой взгляд это очень сложно мягко говоря ну да и на самом деле может быть там десятки могут быть причин почему так может быть вот Саша указал очевидную на поверхность а на самом деле там можно копнуть проект и накопать кучу-кучу всего вопрос про сайт map.xml у меня есть сайт с тысяч страниц онлайн сервисы не делают такого количества за бесплатно а когда один в один продолжаю дополнять список xml вручную остальными страницами вот концовку не понял а в целом ну короче есть у него xml и он его генерирует не автоматным движком а сторонними сервисами ну в общем есть такое развлечение на Руси генерировать сайтмапы сторонними сервисами а не движком ну бывает такое это когда движок совсем какой-нибудь на коленке собранный и программист куда-нибудь уехал в теплые края что скажешь ну что я могу сказать ну воспользуйтесь той же самым надпиком лягушкой и плюсы от этого софта у вас не только в построении сайтмапа будут вы еще обнаружите много других косяков на сайте хотя бы там за месяц ну да и сайтмап будет точно не главной вашей проблемой скорее всего да а именно чтобы у вас ну вопросе нет насколько у вас регулярно обновляются товары и необходимо ли вам действительно это делать там еженедельно возможно вам достаточно а саша тут продолжение вопроса есть google search console не принимает этот файл связан с количеством нет с количеством не может быть связано лимит у сайтмапа xml 50 тысяч если у вас 12 тысяч дело не в этом в прошлом году да в прошлом как раз летом была глобальная проблема в добавлении сайтмапа xml google search console много от многих специалистов слышал у нас тоже в агентстве на некоторых проектах с этим столкнулись ребята то есть есть вариант что как бы google search console глючит но по-моему эту проблему уже починили здесь в вашем случае я бы посмотрел уже на сам сайтмап посмотрел правильно ли там документация сделана так юля спрашиваю привет с чем может быть связано что яндекс вебмастер принимает карту сайта без проблем а в google search console ошибка вы дома пообщаться не можете что ли я не понимаю ну почти ответил на этот же вопрос то есть может опять же если давайте сейчас устроим в чатике опрос что есть ли у кого-то еще проблемы с добавлением google search console возможно сейчас Андрей еще подтянется с опытом своего агентства и окажется что у нас опять косячит google search console так ну и собственно ну вот здесь комментарии новые требования к сайтмапу но это про google search console и про кодировку есть предположение что из-за этого вот и Юля просит нас не палить контору так все вопросы кончились спасибо Саш большое как всегда огонь как всегда веселый бодрый передал нам опять пачку настроения особенно с свежими веселыми усами все Саш пока-пока спасибо тебе приходи спасибо Андрей спасибо ребята пока-пока Продолжение следует...